Два года. Именно столько его ждала вся активная молодежь республики. Речь о форуме регионального развития Молгород. Из-за пандемии в прошлом году он не состоялся. И вот вчера в Заволжье был дан старт 12-й по счету встречи единомышленников. С места событий Юлия Важенина. 50 экспертов и около 900 участников. Так выглядит Молгород в цифрах. Новшество этого года – две смены форума. Каждая по 450 человек для того, чтобы вместить всех желающих и обеспечить соблюдение социальной дистанции на площадках. Увеличилось и количество образовательных направлений. Это 10 образовательных направлений. В первые, в пять. И во вторую. Пять совершенно разные. То есть человек может приехать в ту смену, которая ему больше интересна. Это в том числе IT и киберспорт. Это развитие студенческих, это развитие добровольчества, это проектное мастерство. Участники форума – не только жители республики. Например, Анастасия Ковалева приехала сюда из Москвы. Это новый опыт и это очень увлекательно на самом-то деле, потому что здесь очень много ребят. И все они разные, и у всех разные интересы и увлечения. Этот палаточный лагерь мало похож на дикий отдых. Здесь работают пресс-центр, кафе, на всей территории есть Wi-Fi. Но все же отрыв от цивилизации ощущается, нужно и воду принести, и дрова наколоть, да и палатку за тебя никто не поставит. Скажи, пожалуйста, что делаешь, чем занимаешься? Окапываю палатку. Правда, у нас погода плохой был. Поэтому надо окопать, чтобы не затопило палатку. Так, почему вы не помогаете мальчикам? Мы самодостаточные. По обуви сразу видно, здесь живут очень аккуратные парни. Правда ли это? Конечно, правда. Как долго убирали здесь? Полчаса. Что самое главное нужно взять на форум? Вот как вы считаете? Позитив. Палатки, костры, песни под гитару. На форуме, мол, город, конечно, царит особая романтика. Кстати, даже еду ребята готовят сами. Пойдемте узнаем. Ребят, что готовите? Жаркое. Да. Вкусным будет? Жаркое. Конечно. Кто у вас главный повар? Кто отвечает за блюдо? Мы все вместе готовим. Пока что начистили картошку, порезали, пустили лук, обжарили. Потом добавим ее сюда в котел, перемешаем, накроем, все, пожарится там само собой. Есть здесь и официальный повар. Дмитрий Михайлов руководит кухней на форуме. Рассчитывает меню, выбирает блюда, готовит. Я не ожидал, что будет здесь очень большое количество людей. И просто первый раз варю в ведрах. Вот честно, вот первый раз варю в ведрах и понимаю, насколько это сложно. Вот представляете, стоять с 8, даже с 6 часов утра. И ты, можно сказать, целый день до 8, с 8 до 8, просто стоишь у плиты. Тут нужно побывать. Здесь нужно попробовать вот эту обстановку. Кстати, кормят участники и себя, и комаров. Такое чувство, что сюда слетелись насекомые со всего Заволжья. Но даже те, кто здесь впервые, знают, что нужно брать с собой. Самое главное, я взял с собой то же самое средство от комаров, которые на меня нападают сейчас. А также палатку, одежду особенно теплую, кроссовки. Все самое необходимое, в принципе. Молгород – это не только образовательные площадки. Для участников подготовлена насыщенная культурная и спортивная программа. Ждут и большое количество именитых спикеров. А значит, скучать с участниками точно не придется. Так что, до встречи на Молгороде. Счастье на Боге, мы запомним надолго. Юлия Важенина, Бахтияр Велиев, Республика.